Актёры театральной студии «Волшебная страна», преобразившись в девчонок 40-х годов, со сцены повествуют зрителям. Словами автора рассказов о войне Анатолия Приставкина, по мотивам его произведения и был поставлен спектакль, о том, как было трудно детям жить в то голодное и страшное время. Они голодали, они работали, могли вот целый день, целую неделю работать. Мне очень жалко этих детей, которые тогда погибли на войне. Детям в то время, с моей точки зрения, было очень тяжело, и у них не было детства. Они сразу стали взрослыми, пошли на заводы. Девчонкам из театральной студии удалось донести до зрителей атмосферу военного времени, когда детей из Москвы эвакуировали в глубокий тыл, подальше от бомбежек. Мы ехали медленно, задыхаясь от недостатка кислорода и страдая от голода. В Челябинске нас высидели и повели на вокзал. Режиссер театральной студии в репертарь детского коллектива обязательно включает спектакль на военную тематику, считая, что дети мало знают о том лихолетии, которое пришлось пережить людям и особенно детям. Мы рассказываем в спектакле о том, что дети очень хотят есть, дети выкапывают из замерзшей земли зимой капустные корни и мечтают о том, что, может быть, им где-то попадется морковка. К сожалению, об этом детям в школе не рассказывают, а мне кажется, им это очень нужно знать. Для меня это уже второй спектакль военный, нас брали помогать в старшую группу, текст сложно дается, всегда играли каких-то сказочных персонажей, как-то это давалось все очень легко, потому что мы и в жизни веселые, и на сцене это давалось легко, а сейчас военная. Театральная студия в Дроздово существует уже не один год. Участники ее постоянно выступают на различных фестивалях, в том числе и на конкурсах чтецов. Отдельно готовим чтецкий материал, разный. У меня есть вообще такая мечта, чтобы у каждого ребенка в студии было по два-три разноплановых чтецких произведения, чтобы на любой конкурс, а мы это можем, и это мы можем. Замечательно. Хорошо, что есть вот такой дом творчества, где люди могут, где дети наши могут заниматься, наши внуки. Это прекрасно. Занимаясь студией, ребята постигают театральное искусство по произведению мастеров художественного слова, узнают много нового и интересного, тем более то, что касается нашего прошлого. Людмила Медведева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.